Если следовать правилу, что трус не играет в хоккей, то Южный Урал – один из самых смелых регионов. Потому что многие родители вместо игрушек покупают мальчишкам и девчонкам коньки с клюшкой. Этот зимний вид спорта – один из самых популярных в регионе. Только в одном Челябинске порядка 80 открытых ледовых коробок, несколько закрытых кортов и 4 муниципальные хоккейные школы. Проснулся я, иду в школу. Потом, после школы, я ухожу всегда с 4 уроков, чтобы ходить на тренировку с 10-м годом. С 10-м годом у меня тренировка «Лед, земля», потом я еду домой, делаю уроки, ложусь спать. Чтобы вырасти настоящим чемпионом, Сергей Логвин усердно тренируется. У мальчишки, как и у остальных воспитанников спортивной школы «Заряд», есть одна цель – стать знаменитым хоккеистом. Ну, очень бы хотел бы быть в Олимпийском золотом, чемпионат мира и Кубок Ставицей. Хоккейная команда «Заряд» вернулась с очередного турнира. Ребята взяли золото. Тренер Егор Матыгулин говорит, что этот сезон, несмотря на особые правила из-за пандемии, проходит более-менее ровно. Но с соблюдением всех антиковидных требований. По распоряжению губернатора Челябинской области в детских спортивных школах был ограничен вход родителям. Турниры в основном смотрели с помощью прямых трансляций или присутствовали только взрослые, у которых имелись специальные QR-коды. Перед каждой игрой тренерский состав созванивается с командой соперника, чтобы убедиться в отсутствии случаев коронавируса. Спрашиваем, как бы вообще открыто у вас там, что-то как. Говорят, ну как бы все нормально, можно ехать. То есть подавайте заявку, как бы список детей и можете отправлять. Сейчас в регионе обстановка относительно ковида стабилизируется. Во всех спортивных школах продолжаются тренировки по запланированному расписанию. В «Заряде» знают, что путь к пьедесталу лежит через кропотливый труд, ежедневные занятия и тренерское мастерство. И готовы соблюдать все необходимые правила, чтобы с этого льда вышли будущие Зариповы, Малкины и Овечкины. Продолжение следует...